Это подкаст Сингенты Здравствуйте, меня зовут Иван Безбородов, я менеджер по цифровому маркетингу компании Сингента И сегодня у нас продолжается тема садов У нас второй подкаст На первом мы обсудили, вообще в целом поговорили, что такое, как у нас с садами в России Сколько стоит, что такое качественные яблоки И главное, какие яблоки действительно качественные Сегодня у нас второй подкаст Мы находимся по-прежнему в Минеральных Водах И мы здесь на выставке про яблоко Поэтому если вы здесь также на выставке про яблоко были Ставьте лайки, подписывайтесь на нас во всех подкаст-платформах Где вы есть или где вас не было Если вы не были на про яблоко, тоже не забудьте обязательно нас полайкать и подписаться Слушайте, будет интереснее Главная тема Сегодня у нас, собственно говоря, второй подкаст И первый у нас был в целом о качестве яблок А сегодняшний выпуск у нас продолжает тему красивых яблок И мы обсудим технологии защиты Сегодня больше поговорим именно о технологиях фунгицидных И давайте я вам представлю, кто же у нас сегодня здесь присутствует из специалистов компании Сингента Собственно, у нас менеджер подразделения специальных культур Юлия Шиманская И технический эксперт по садам и виноградникам Максим Коростиев Юлия, Максим, приветствую из студии Привет, Иван Привет, Иван До сих пор его ем, хотя, наверное, прошло... Красивое и чистое яблоко у тебя хочу сказать Да, тут был квест, когда коллеги угадывали, какое из них было сделано в... было куплено в Подмосковье, а какое было куплено здесь Угадали практически Специалисты? Да Мы на прошлом подкасте решили, что главное, что это качественные яблоки и что для качественных яблок нет границ Не бывает там границ, каких-то преград, то есть качественное яблоко оно везде, хоть здесь, хоть в Москве Абсолютно верно, красное или зеленое, мы все любим разные яблоки, но мы всегда выбираем качественные Что все-таки мешает садоводу сейчас в настоящих реалиях получить качественное яблоко? Я вот хочу сразу сказать о том, что не мешает, может быть, получить качественное яблоко, это сложный процесс И учитывая то, что за последние 10 лет количество обработок, не только фунгицидных, инсектицидных, возросло практически в два раза То это серьезная задача для агронома выстроить систему защиты, чтобы в итоге получить и высокий урожай, и чтобы качество было яблоко высокое И чтобы его можно было продать по хорошей цене, получить высокую рентабельность, вложить деньги в развитие в дальнейшее И тут, я думаю, что все садятся в начале сезона и составляют систему защиты, верно, смотрят, какие патогены основные в саду у нас есть Что у него в каждом квартале на участке сложности, какие возникали в предыдущем сезоне И каждый агроном оценивает, что ему нужно сделать Я думаю, мы вот сейчас обсудим, на что обратить внимание при анализе, при оценке системы защиты Я просто хотел бы прокомментировать слова Юлии, когда она сказала, что количество обработок в последние годы увеличилось практически вдвое Действительно это так Я долгое время работал агрономом в хозяйстве, 15 лет в хозяйстве проработал И я помню тот момент, когда я пришел в хозяйство, и мы делали там максимум 12 обработок за сезон И за эти 15 лет, когда они прошли, работая в хозяйстве, мы уже делали больше 20 обработок То есть действительно количество обработок, оно возросло вдвое за какие-то последние 10-15 лет И причиной этому по большей мере можно назвать основных две То есть первое, это все-таки увеличение требований к качеству плодов То есть если раньше, допустим, мы выращивали яблоки и стандарты были, ну мы работали по стандартам Есть ГОСТы, да, как бы нужно там допустить не более 5% повреждения плодожорка Какой-то процент допускался Порши То сегодня торговые сети предъявляют такие требования Там нет ни одного процента поврежденных плодов плодожоркой или Поршой И совершенно другие стандарты И соответственно они ужесточились Это первый момент, а второй момент все-таки вредители и болезни Они стали более вредоносными То есть большее количество поколений наблюдается уже у той же плодожорки, допустим Да, у той же Порши она становится более вредоносная Да, как бы складываются условия для ее развития И это все даже не препятствие, а сложности, которые создают именно вредители болезни Для выращивания качественных яблок Но специалисты идут на то, улучшают свои технологии выращивания плодов В том числе идут на применение систем защиты Которые как раз и направлены на то, чтобы выращивать чистые красивые яблоки Ну то есть условно, я был в шоке сейчас, когда ты сказал 12 обработок То есть и это сейчас мало То есть 20 сейчас это норма, правильно получается? 20 это даже не предел, это в среднем, да Есть хозяйства, которые делают больше 20 и 30 обработок за сезон А вот где условно, ну не в том плане, что у нас Россия большая страна То есть где, это же зависит как-то, наверное, от региона Как, где делают больше, где меньше Зависит, Иван И я тебе сразу скажу, да, как бы не нужно бояться количества сделанных обработок в саду Главное, чтобы они были сделаны продуктами, которые зарегистрированы на культуре Которые опробованы, есть нормы, да, зарегистрированы Они не просто так То есть эти нормы, они соответствуют всем санитарным правилам и нормам Чтобы не было остатков пестицидов продукции И важно еще соблюдать препараты, те же фунгициды, инсектициды С тем сроком ожидания, срок ожидания это что? Это количество дней до уборки урожая Если вы все эти нормы, регламенты сохраняете, у вас нет опасности того Что ваши яблоки будут некачественными, да, или с остатками пестицидов Абсолютно как бы это, ну, соблюдая нормы и правила Все будет хорошо с продукцией Ну вот условно мы сейчас рассуждаем больше с позиции конечного потребителя И с позиции того, чтобы яблоки были там без каких-то вредных примесей и так далее А вот условно, ну, обработало, но все равно полетело там что-то там Съели яблоки Вот как вот этого избежать? А тут как раз агроном, как специалист, он понимает, как каждый патоген развивается в саду В зависимости от температуры, от влажности, от других погодных условий И он выстраивает систему защиты, понимая, как идет цикл развития Ну вот подробнее про, условно говоря, систему защиты Вот мы такими сейчас красивыми фразами говорим о том, что система защиты, технологии обработки Да, но вопрос конкретно поставленный А где же все-таки больше делается обработка, а где меньше в каких регионах? Мы так с Юлей не ответили, да? Ну, мы постараемся сейчас реабилитироваться и все-таки ответить В этом регионе, где мы сейчас с тобой находимся И когда мы ехали сюда, да, мы видели, какие прекрасные сады тут расположились И шпалера, и полив, и сетка, да И все это как бы и здесь делается, но много обработок То есть больше 20 Вот, но все они как бы в больших предприятиях То есть контроль качества на каждом этапе производства То есть в таких предприятиях как бы не нужно бояться, что что-то будет не так Потому что там постоянные проверки и постоянные анализы То есть там все будет правильно и грамотно сделано Для меня на самом деле большую опасность представляют мелкие фермеры Где отсутствует, допустим, какой-то уровень контроля, который реализуют яблоки Да, и здесь как бы вот нужно как бы тоже внимательно об этом следить Но мы как раз работаем над тем, чтобы нам всем вместе вносить информацию о том, как правильно составить систему защиты Чтобы она была не только эффективна, но еще была и не оставляла никаких остатков продукции То есть безопасная Безопасная для потребителей, для нас с вами А тут я хочу добавить по поводу количества обработок Все зависит от региона и природных, природно-климатических условий То есть от температуры и влагообеспеченности Потому что каждый патоген развивается в зависимости от того, насколько для него складываются благоприятные условия Если, например, вот в южном регионе высокая температура, долгий период сохраняется И патогену здесь более комфортно Влажность, да Вот сейчас 27 за бортом и влажность Мы просто из Москвы вот прилетели и прям почувствовали на себя Почувствовали лето вокруг себя Да, косточки прогреть А если мы обратимся к центральному региону Мы знаем, что температура там немножко ниже Там все-таки холоднее И патоген, тот же самый патоген, развивается более медленно И поэтому интервал между обработками будет немножко дольше, длиннее Потому что патоген развивается с другой скоростью Это касается и болезней, и вредных организмов, вредителей Экспертное мнение Думаю, нас слушают агрономы И, может быть, какие-то назвать конкретные, я не знаю, наши рекомендации В плане системы защиты И в плане именно каких-то патогенов Может быть, на что-то стоит обратить внимание А что-то, как говорится, и по остаточному принципу оставить Вот что? Основные патогены в саду – это парша, мучнистая роса Гнили сердцевидные плодов И гнили, которые опасны при хранении плодов Вот такие категории И поэтому в зависимости от того, в какой период Какое заболевание проявляется, выстраивается система защиты Но мы сразу же в начальный период Когда перед тем, как сад начинает просыпаться весной Уже понимаем, что нам нужно сделать Мы оцениваем зимующий запас инфекции в саду Правильно, Максим? Мы смотрим, какой запас инфекции перешел с осени в зиму И что сохранилось весной Оцениваем листья в саду опавшей И смотрим, какое количество патогенов сохранилось И тем самым мы оцениваем, какова опасность развития парши В частности, в начале весны По-моему, как-то это называется, АСКО-сервис у Сингента, да? Да, 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 именно так Мы сейчас развиваем новый сервис Это наш пилотный проект Мы оцениваем зимующий запас инфекции в саду И на регулярной основе отбираем листья в саду И смотрим, какое количество псевдотециев имеется Это стадия, в которой парша перезимовывает Из этого псевдотеция при благоприятных условиях Вылетают, созревают в псевдотеции аскосумки Это сумки, в которых созревают аскоспоры И в зависимости от температуры и влаги В аскосумках созревают аскоспоры Которые разлетаются и заражают растения И в зависимости от того, какой процент созревания уже наступил Насколько созрели аскоспоры Мы можем корректировать систему защиты И подбирать те препараты, те фунгициды Которые будут наиболее эффективны в этот момент Для защиты сада от заражения паршой Я скажу, что подробнее про наш АСКО-сервис Посмотрите, пожалуйста, на нашем YouTube-канале Там есть целая серия видео Если то, что мы сейчас вам рассказали Требует именно какой-то картинки Вы как раз можете зайти на наш YouTube-канал И не только подписаться, но еще и посмотреть несколько видео И понять, как это все выглядит И, возможно, в дальнейшем даже стать участником Про этой программы, как это называется, сервиса АСКО-сервиса от Сингент Абсолютно верно Мы обсудили, что вредит, как вредит Оно, наверное, понятно всем Когда идешь в сад и видишь, что у тебя ябло не заболело Но как это предотвратить и как с этим бороться То есть, вот такое выражение, как тушить пожар Мы все-таки, как сказать-то, тушим чаще Или чаще работаем на профилактику Что мы порекомендуем от фермеров? Иван, ну, как Юля правильно заметила Сказала уже, да То есть, мы должны изначально понимать Какой у нас сорт Как он поражается паршой, прежде всего Как он поражается мучнистой росой Как гнили сердцевиной плодов Планируете вы его хранить В течение полугода, а может быть дольше Исходя из всех этих вводных параметров Мы уже заранее готовим программу защиты Программу защиты конкретно для этого участка Конкретно для этого сорта Чтобы она подходила под те задачи Которые мы перед собой ставим И здесь, вот, Юля уже рассказала Про Аскосервис Действительно, очень интересный проект Для Сингента и для меня лично Потому что мы имеем возможность Сегодня, да То, что говорится про паршу Оценить, в первую очередь, зимующий запас инфекции Очень важно, сколько у тебя находится парши И как она потом будет развиваться Да, какой-то прогноз иметь Да, сколько же, много или мало Второй момент Мы можем уже по созреванию Аскоспор По началу разлета Аскоспор Уже давать сигнал для начала обработок Не ориентироваться именно на развитие Фазы вегетации яблонь Да, она может быть и зеленый конус И мышиное ушко А может быть уже и выдвижение соцветия Мы на нее не ориентируемся Мы ориентируемся на начало заражения То есть на тот момент, когда споры Начинают лететь с опавших листьев И начинают заражать Один момент Еще очень важный показатель С помощью Аскосервиса Мы можем оценить на еженедельной основе А какой же уровень инфекции У тебя складывается именно в эту неделю То есть ты, допустим, на прошлой неделе В понедельник пришел Посмотрел, что у тебя разлетелось всего Там, ну, к примеру, 5% всего зимующего запаса А сегодня прошла неделя И разлетелось уже 10% И ты понимаешь, что за неделю У тебя вылетело 5% всего зимующего запаса Аскоспор И ты понимаешь, что это высокий уровень угрозы И тебе нужно планировать обработки Эффективными фунгицидами Тебе нужно, может быть, где-то сократить Интервал между обработками Возможно, усилить программу Добавления контактного фунгицида к системному То есть у тебя открыты глаза До сегодняшнего дня многие агрономы работают, по сути, вслепую То есть они заранее готовят программу защиты И потом каждый для себя выбирает разный интервал Допустим, 5 дней или 7 дней И как на заводе, каждые 7 дней в сад Нужно ли это делать? Нужно же учитывать и уровень инфекции Который складывается в данный момент Много и разлетелось, мало Подбирать препараты для этого периода Для этого момента И вот нам, как раз этот проект Аскосервис, он нам помогает Как раз сфокусироваться на заболевании И понимать, а какой же уровень угрозы Существует сейчас И как мы подбираем препараты И это нам помогает предотвратить Распространение заражения паршой То есть не тушить пожар А когда ты осознанно понимаешь Какой у тебя уровень, какой у тебя разлет Как инфекция сейчас ведет себя вот сегодня И у тебя уже нет необходимости тушить пожар Если мы говорим про сад Здесь все обработки только профилактические Ни о каких лечебных обработках Обработках вслед уходящего поезда Не может быть и речи Любой фунгицид профилактически работает Гораздо лучше, когда его применяют заранее То есть до начала развития заболеваний Наша цель не дает развиться заболевания на культуре А не тушить пожар Вот исходя из этих принципов Строится система защиты Строится система прогноза Для того, чтобы эту программу довести лучшим образом И как раз вот система прогноза То, о чем мы сейчас говорили Об оценке уровня инфекции Нам позволяет не то, чтобы сократить обработки Просто имея тот же набор фунгицидов Тот же набор препаратов Мы можем их использовать более эффективно С большей вероятностью того Что мы все сделаем правильно и эффективно И это позволяет улучшить свой результат То есть поменять на каком-то этапе Переставить фунгициды В зависимости от развития инфекции Ну вот, по сути дела Для чего мы это делаем? Для чего, назовем агропроизводителю, садоводу Этим заморачиваться? Простой ответ Ну, ответ очевиден, Иван Мы хотим вырастить красивые яблоки Легко, да И, конечно, как бы Ну, легко это Одна часть медали Еще и деньги в значении И не потратить впустую Средства какие-то А вот именно Корректируя программу защиты И применение фунгицидов В зависимости от развития Степени развития инфекции Как раз мы их переставляем Таким образом Чтобы это нам было выгодно Чтобы мы не потратили зря Средства на фунгициды Окей, это про деньги А про такую вот немаловажную часть Которую, ну, пока еще, на мой взгляд Мало поднимается в чатиках Там обсуждается Но, тем не менее, уже Специалисты на это обращают внимание Резистентность То есть, условно Если лить, лить, лить и лить То в какой-то момент уже будет бесполезно Что вот по тем системам Которые мы рекомендуем И вообще, что с этой проблемой Есть ли она, эта проблема вообще Или, может быть, это там Три человека, которые в чатике Между собой это Обсуждали, чтобы продать Там какой-нибудь дополнительный фунгицид И включить его в систему защиты Крупного хозяйства какого-нибудь Вопрос про резистентность Он остается как бы открытым Не секрет, что Применяя любой фунгицид Ну, давайте начнем с того Что каждый фунгициды имеют Разный механизм действия И, исходя из того Что какой механизм действия Если ты постоянно применяешь фунгицид С одним и тем же механизмом действия На грипп То в конечном итоге Грипп приспосабливаясь Он просто может как бы обойти Этот цикл На то, на что он влияет И вот существует вероятность того Что просто препарат перестает действовать На этот объект В соответствии с этим Есть специальные рекомендации Разработанные даже не в нашей стране А разработанные в Европе Организация называется ФРАК Фунгицид Резистент Экшн Комити Это комитет, который отслеживает Как раз вот резистентно-устойчивые штаммы Которые могут появляться И как раз занимаются вопросами Изучением появления резистентности К тому или другому действующему веществу Для чего это все делается? Это прежде всего делается для того Чтобы мы с вами Имея эти рекомендации Могли прежде всего Продлить жизнь Тем фунгицидам Которые уже сегодня существуют на рынке И второй момент Те фунгициды, которые новые Выходят сегодня в свет И если мы будем придерживаться Этих рекомендаций ФРАК Как правильно, грамотно использовать Для того, чтобы они Тоже существовали долго на рынке И поэтому систему необходимо чередовать И не просто так чередовать А чередовать именно с учетом Рекомендации Европейской организации ФРАК И если таким образом Мы будем чередовать фунгициды Тем самым мы обеспечиваем Долгую жизнь каждому фунгициду То есть каждому механизму действия И учитывая то, что Список про фунгицидов Которые зарегистрированы Он небольшой для применения в саду А количество обработок велико Важно иметь набор фунгицидов С разных механизмом действия Чтобы чередовать И чтобы у них был долгий период жизни Каждого механизма действия И тогда мы более свободно чувствуем себя В системе защиты Единственное правило Выстроить чередование этих фунгицидов Согласно рекомендациям Ну окей, вот фраг До того, как ты расшифровал Это было для меня просто слово Которое с одеждой ассоциировалось Да, я честно говоря уверен Что если нас слушает кто-то Не имеющий агрономическое образование Или далекий от сельского хозяйства То, а вдруг То тоже про это подумал Но теперь мы все точно знаем Что это организация Так вот, сейчас мы живем в такое время Что идет тенденция К отказу от всех Я не знаю Вот этих вот международных правил Которые навязаны нашей стране И так далее И так далее Насколько рекомендации фраг Они в нашей стране Подходят Нужны или подходят Да Конечно нужны Но дело в том, что Не секрет, что Наша наука Она есть Да, но Заниматься вопросами резистентности А тем более Разрабатывать Рекомендации Под то, что Как правильно применять Разные классы фунгицидов Но этим в стране Может и занимаются Но не так широко Как в Европе И, к сожалению Как бы У нас выбора другого нет Мы либо берем Эти рекомендации фраг И применяем их здесь у себя Да Они как бы в открытом доступе То есть мы можем Как бы открыть Зайти на сайт И посмотри Какие есть рекомендации Для разных классов Применение там Допустим Стробиолуринов Применение там Триазолов Вот Новый класс фунгицидов Который только что вышел Да СДИЧА Фунгициды Это ингибитор Саназдегидрогеназы Волшебное слово Если бы уже говорите Расшифровывая Что такое СДИЧА Это класс карбоксамидов Такое более известное название Да Есть контактные фунгициды Вот я назвал Вот уже несколько классов Да Которые фраг Рекомендует Как их правильно применять Сколько раз за сезон В каких дозировках В каких баковых смесях Возможно Да Или нет То есть там все прописано То есть И вот когда ты пользуешься Этими рекомендациями Вообще перед агрономом Стоит на самом деле Не одна задача Стоит три задачи Не только вырастить красивые Чистые яблоки Да Это одно Первостепенно Чтобы система защиты Была эффективна Кроме этого Система защиты Должна тебе позволить Выращивать яблоки Без остатков пестицидов То есть Соблюдать все регламенты Применения Чтобы все сроки Были соблюдены И третий момент Ты система защиты Должна состоять Таким образом Чтобы те продукты Которые ты в нее включил Они работали у тебя И в следующем году И через 10 лет И через 20 лет И это как раз Если будешь следовать рекомендациям Фраг То все у тебя получится Вы слушаете подкаст Сингенты У нас сегодня Гости Менеджер по специальным культурам Юлия Шиманская И Максим Коростиев Технический эксперт По садам и виноградникам Компании Сингента Подписывайтесь на нас Во всех подкаст-платформах Которые есть Можете написать вопросы Нашим спикерам В комментариях Вконтакте Или Телеграм Мы постараемся На них оперативно ответить Если тема будет Волнующая Интересная То может быть Она станет основой Для следующего нашего подкаста А сейчас Вернемся К красивым яблокам Собственно В минеральных водах И на выставке Про яблоко Как не о красивых Яблоках говорить Итак Мы обсудили Патогены Мы обсудили Собственно Что вызывает проблемы У садоводов Теперь Давайте перейдем К болезням И одна из основных проблем Для садоводов Это Мочнистые арасталии парша Вот что из них У нас вообще-то Сейчас проблемнее Программа защиты От парши яблони Строится несложно Она Нет каких-то Определенных законов Но есть определенные правила Правила построения И они помогают Тебе грамотно Составить Эту систему защиты То есть В начале вегетации Когда у вас Только-только Начинается зеленый конус Выдвижение Соцветия Машины ушки То есть Самое начало У нас начинается Разлет спор Сопавших листьев В этот момент Еще прохладно Еще нет активного роста Культуры И здесь Достаточно применения Только одних Контактных фунгицидов Поэтому До розового бутона Мы можем спокойно Применять Контактные фунгициды Медсодержащие фунгициды И Разлет спор Еще невелик Поэтому эти продукты Здесь Как бы Все замечательно Справляются Дальше У нас наступает Самый Наверное Активный Период В плане Заражения Паршой И в плане Того Что нужно Уже Больше Внимание Уделять Именно Профилактики Заражения Паршой В этот период И тут Нам помогает Наш Оскосервис Мы оцениваем Какой же процент Разлета Оскоспор Конечно И вот этот Период Самый важный То есть От розового Бутона До начала Созревания Плодов То есть Грецкий орех Примерно И следующие Фазы Это Самый Активный Период Для заражения Паршой То есть В этот Период Мы не Должны Пропустить Даже Минимум Заболевания Потому что Если Вы вдруг Не успели Не справились И где-то У вас Парша Появилась На листьях На плодах То Она Дает Начало Заражения И дальше То есть Имея Паршу На листьях Идет Кондиальная Стадия Парши И она Уже Дальше Заражает Конидиями То есть Разлёт Порста Павших Листьев У вас Закончился Грецкому Ореху И если Вы не Получили Заражение На листьях То у вас И дальше Будет Все Хорошо Но Ежели Вы вдруг Где-то Пропустили Некий Процент То Конидии Они Могут Заражать И дальше И вам До уборки Не придется Отдыхать Вам Придется Также Бороться С паршой И уже Конечно Качество Яблок Будет Не То А Есть Смысл Вообще Пораж Конечно Есть Смысл Наша Задача Мы Вначале Сказали Не допустить Никакого Поражения Если Вначале Применение Минсодержащих Контактных Фунгицидов То с Периода Розовый Бутон По Грецкий Орех И до Начала Созревания Плодов Как раз Самый Опасный Период Для Заражения Поршой И нужно Эту Систему Защиты Сделать Максимально Надежной С Помощью Чего Прежде всего Это Конечно Системные Фунгициды Которые Мы В своем Наборе Это У нас Препарат Хорус Препарат Скор Препарат Цедели Топ И Наш Новый Фунгицид Мираис Который Мы Представляли На Выставке Про Яблоко И Как раз Чередование Этих Фунгицидов Как раз Аско Сервис Нам Помогает Правильно Выстроить Препараты Для того Чтобы Максимально Защитить Яблони Максимально Защитить Плоды И листья Для того Чтобы Не появилось Недеальной Стадии Никаких Повреждений Не было Второй Патоген Который Опасен Это Мучнистая Роса И Часто Мы Забываем О Мучнистой Росе Во-первых Почему Потому что Большинство Фунгицидов Которые Мы Применяем Они Работают И На Контролируем Этот Патоген Мучнистой Росу И Вот Тут Когда Мы Приблизились К созреванию Плодов Лещина Мы Думаем Что Мы Уже Поборолись И с Пашой И с Мучнистой Росой Которую Увидели Вначале На Первых Листях Может Проявление Мучнистой Росы И Уже Применяем Контактные Фунгициды Но Вот Эта Мучнистая Роса Которая Была Вначале Она Заражает Почки Которые Формируются Уже Во второй Половине Вегетации То есть Вегетативные Почки Цветочные Почки Заражает И Важно Вот Именно Сейчас Уже В этот Период Поработать Применить Фунгициды Направленные Против Мучнистой Росы То есть Во второй Половине Вегетации Когда Вот Эти Плодовые Цветочные Почки Вегетативные Созрели То есть На будущее Работаем На следующий Год Да Когда Мы Уже Контролируем Во второй Половине Вегетации То На следующий Год Весной Проявления Первичной Вот этой Инфекции Мучнистой Росы Уже Не будет То есть Насколько Мы Качественно Проработали И Поборолись С мучнистой Росой Вот в этот Период Закладки Основных Почек Которые Будут Выходить На следующий Год От этого И зависит Будет ли мучнистая Роса На следующий Год Или не Будет Присутствовать А стоит ли Вообще Тратить Деньги На Такую Обработку Именно Против Мучнистой Росы Может Весной Отработаешь И не Паришься Нет Ну вот Агрономы Допустим Часто Бытует Такое Мнение Что Защита От Мучнистой Росы Начинается Весной На самом Деле Защита От Мучнистой Росы Правильно Я сказала Начинается С второй Полной Вегетации Предыдущего Года Почему Из биологии Заболевания Мучнистая Роса Зимует В почках То есть Когда Закладываются Плодовые Почки Вегетативные Почки Заболевание Туда Проникает И весной Когда мы Приходим В сад Начинается Рост Побегов Из Зараженной Почки Появляется Зараженный Побег То есть Он Белый И вот Эти Свечки Так называемые Зараженные Побеги Это Все Результат Действия Мучнистой Росы Прошлого Года И мы Уже Приходим И констатируем Такой Факт Что У нас Зараженные Эти Побеги И их Нужно Было Контролировать С осени Прошлого Года А сейчас Что Нам Остается Теперь С этих Свечек Идет Перезаражение На листьях И заражение Новых Почек Во второй План Агитации Которые Опять Через Год На новый Прирост На новые Листья Не заражало Почки То есть Контролируем Мучнистую Росу Не забываем Помним Во второй Половине Вегетации Применяем Продукты Которые Целенаправленно Действуют Против Мучнистой Росы И тогда На следующий Год Весной Мы не будем Иметь Этих Свечек Но Во второй Половине Вегетации Не забываем О парше Мы Продолжаем Применять Фунгициды Контактного Действия Ну вот Окей Хорошо Мучнистая Роса Паша Что-то у нас Еще есть Что значимое Такое Про что Стоит сказать Что это Действительная Проблема Которая Может быть Не сейчас Но в перспективе Будет Волновать О здоровье Юля упомянула Уже о таком Заболевании Как гниль Сердцевины Плодов Просто хочется Внести Некую ясность Потому что Сейчас допустим Как ты Иван Допустим Понимаешь Что такое Гниль Сердцевины Плодов Да и вот Кусил яблоко И дошел До косточек А там Все уже А что это За патоген Как ты думаешь Парша Допустим Мучнист Роса Не втушный он Патоген Главное Что когда Кусаешь Его Внезапно То весь аппетит От яблока Мигом Теряется Все верно Иван Дело в том Что гниль Сердцевины Плодов Это не одно Заболевание То есть Не один Возбудитель Это комплекс Заболевания Туда может Входить И серый Агниль Ботритис Туда могут Различные Фузариумы Их там До четырех Видов Которые Могут Поражать Туда же Может Входить Этрихотетсовый Агниль То есть Это целый Набор Патогенов Которые Заражают Во время Цветения И потом Уже В процессе Вегетации Развивается Гниль Сердцевины Плодов Поэтому К цветению К этому Периоду В защите Нужно Подходить Особым Образом То есть Контролировать Не только Паршу Мучнистую Росу Но и Подбирать Фунгициды С широким Спектром Действия Патогена Для того Чтобы Как раз И блокировать Развитие Широкого Спектра Грибов То есть Мне кажется У всех Это мгновенная Ассоциация В цветении Мы же Ничего Не обрабатываем Иван Наша задача Сохранить пчел Правильно? Правильно И мы Должны С вами Применять Фунгицид Препараты Которые Не опасны Для пчел Большинство Фунгицидов Тот же Цидели Топ Миравис Тот же Скор Они имеют Третий Класс Опасности Для пчел То есть Это Малоопасное Соединение Да Для третьего Класса Опасности Существуют Некие Ограничения Да До Допустим Можно обрабатывать В утренние Вечерние Часы Когда нет пчел Либо В вечернее Время Суток Никто Не говорит Об обработках Когда Солнце Жара Пчела Летает На цветке Здесь Большая Гибель Пчел Происходит Не от Того Что Происходит Действие Препарата На пчелу А просто Она попадает Под струю Когда Сидит На цветке Если Ее просто Механически Много Погибает Поэтому Этого Нужно Избегать Работать Только В утренние Вечерние Часы Препаратами Которые Имеют Низкий Класс Опасности Для пчел Мы Поговорили Что Есть Возбудители Но Как Вот Встроить В Систем Защиты Ну Хорошо Мы Проговорили Про Паршу Мучнист Торосу Защитили От гнели Сердцевины Плодов А как Наши яблоки Будут Храниться Дальше Ну Это Уже Следующий Этап Это Хороший Вопрос Как Подготовить Яблоки К хранению Мы Про Сердцевину Закончили Да Мы Уже Сказали Да Сказали Что Вцветение Надо Защитить Это Понятно Вопрос В другом Вопрос В том Что Если У меня Уже Яблоко Сгнили Сердцевины Что Я Смогу С Ним Делать Оно Плохо Хранится Во-первых Ты его Сразу Не Увидишь Только При Хранении То есть В соке Там Есть Яблоки Которые Сгнили Сердцевины Плодов Так Да В соке Кстати Как определить Гнили Сердцевины Плодов Именно В саду Да Вот Ты Допустим Идешь По саду И хочешь Понять Какое Яблоко У тебя Сгнильцой Да Вот Я подскажу Есть Определен Лайфхак Да Так Яблони Расположены Яблоки Ты Смотришь И находишь Самые Первые Ярко Окрашенные Плоды Вот Яблоки Которые В первую Очередь Созревают Как правило Вот эти Вот Ярко Окрашенные Плоды Вот Ускоренное Созревание Снимаешь Это Яблоко С дерева Разрезаешь Оно Как правило Поврежденное Гнилью Сердцевины То есть Эти Яблоки Быстрее Созревают А правильно Я понимаю Что условно Не бывает Наполовину Пораженные Гнили Сердцевины Плода Яблока То есть Если оно Уже Как говорится Поражено То оно И поражено То есть Ты его разрезал Там не может Такое быть Что вот Как червячок Половинку съел А половинка Осталась Ну да Потому что Как бы Если гниль Сердцевины Плодов Поражено Яблоко Это гниль Сердцевина Она будет Со временем Прогрессировать И даже Если вы Такое Яблоко Заложите В хранение Храните Его полгода Даже Если оно Не проявилось В хранении У нас Строгий Учет Идет Когда ты Допустим В сети Потом Реализуешь Такие яблоки У нас Бывали случаи Когда тоннами Фурами Возвращал Супермаркет Назад Представляешь Ситуацию Ты себе Положил яблоки Знили Сердцевины Плодов Прохранил Их до января Месяца Условно Потратил На уборку На затраты Все Которые На электроэнергию Дохранил Эти яблоки Отдал Супермаркет А он тебе Назад Это все Отгрузил Да еще и штраф За то что Ты не смог Выдержать Условия Поставки Который Должен был С определенным Интервалом Времени Давать ему Красные Зеленые И остальные Яблоки Вот так все Непросто Сгнили Сердцевины Плодов Ну и что Теперь наверное Перейдем К концу Получается Когда у нас Да Урожай Высокие Яблоки Красивые И мы уже Думаем о том Как нам Хранить Собрать их И куда положить Да Как Как спланировать Хранение И тут Важно Понимать Какие Яблоки Мы храним Полгода Какие яблоки Мы храним Дольше Больше чем Шесть месяцев И Тут проводится Обследование Каждого Сорта Каждого Квартала И расписывается Вот этот График Согласно Которому Будет Производиться Хранение И уже В зависимости От этого Планируются Обработки Перед хранением Фунгицидами Частый вопрос У меня Уборка Там В определенный День И Сроки ожидания Не выдерживаются Могу ли я Что-то там У вас Сделать Уменьшить Дозу Там Я не знаю Что-то вот такое Вот сделать И вообще Что мне делать Простой ответ Хороший Вон вопрос Что делать Во-первых Нужно соблюдать Регламент Регламент Применения Препарата Если он нам Говорит Что За сколько Дней до Уборки Значит Вы применяете И Я понимаю Что яблоки Не убираются Все в один день Да И обработку Ты можешь просто Построить Исходя из того Графика уборки Который у тебя В хозяйстве Этот квартал Убирается сегодня Этот завтра Этот послезавтра Точно так же Ты обрабатываешь Яблоки на хранение Перед съемом На хранение Выдерживая Все сроки ожидания Точно так же И ведешь обработки А Вот Вторая ситуация Скажем Я заложил Это все на хранение На полгода Потом Не знаю В нашей стране Случился кризис Внезапно Мы стали есть Больше яблок Внезапно Потребность увеличила Какой-то поставщик Отвалился Ушел из России И Бац Яблоки Можно ли их достать Пораньше И насколько это Безопасно будет Для потребителей Да конечно Можно достать пораньше Это же главное Главное Соблюсти Количество дней То есть Срок ожидания То есть Срок ожидания Это то количество дней Которое ты должен Обработал Оно должно пройти Ты приступаешь к уборке Если ты это соблюдаешь То у тебя уже При уборке Отсутствуют всякие В нем остатки Продуктов Ну то есть Получается Это вот Ну ты же не можешь Гарантировать Что у тебя в саду Кто-то не съест Яблоко при уборке Правильно Поэтому все сроки ожидания Они рассчитаны на то Что люди будут убирать И они уже Безопасны для людей Отлично То есть Условно гарантии Что он полгода Или больше Пролежит Если ты Все вот это Применил Но при этом Это скорее Максимальный лимит А если получится Раньше То пожалуйста Богороди Раньше Конечно Это распространенное мнение Говорят Да Я все равно Яблоки убираю На хранение И могу там Где-то Немножечко Ну как сказать Не везде соблюдать Все равно Яблоки на хранение Но это ошибочно Потому что У тебя люди на уборке Они все Как бы собирают яблоки И кто-то из них Обязательно возьмет Яблоко домой Кто-то там Съест яблоко на работе И оно должно быть Уже безопасно Это очень важно Хочется обратить внимание Перед планированием Какой фунгицид Применить перед уборкой И закладкой на хранение Обратить внимание На спектр Действия фунгицидов Потому что Во время хранения Возникают Разные гнили И спектр их Очень широкий Ученые И при обследовании Хранения яблок Обнаруживают До 20 видов Основных Основных только Основных видов Возбудителей гнили И мне хочется Обратить внимание Агрономов Садоводов На фунгицид Геокс Который имеет Широкий спектр Действия И короткий Период ожидания Сегодняшний наш выпуск Подкаста Сингент Был посвящен Садам И Красивым Вкусным Яблокам У нас Были Эксперт По Садам и виноградникам Максим Коростиев И менеджер Отдела специальных культур Юлия Шиманская Я думаю Я думаю Что наши садоводы Если напишут Нам Какие-то вопросы То вы Обязательно На них ответите И возможно Мы даже Отдельно Обсудим Какой-то Из животрепещущих Вопросов В следующих Наших подкастах Поддерживаю Пишите пожалуйста Что вас интересует Что вас волнует И мы Осветим эту тему Отдельно Иван Тебе большое спасибо За интересный вопрос За интересную дискуссию За то что мы сегодня Смогли в этой студии Проговорить Про фунгициды Про построение Системы защиты И Даже про то Как же все-таки Обработать яблоки Перед хранением Для того чтобы Это было и безопасно И эффективно Яблоки хранились Дольше чем полгода Максим прям так Черту подвел Просто Отличнейшее Я добавлю Только что В следующем подкасте У нас о садах Мы поговорим Про то Как красивые яблоки Сделать С помощью Инсектицидной защиты Собственно Если яблоко Было красивое Значит Его надо съесть Думает Каждый червячок Который И вредитель Вот Юлия Максим С вами был Иван Безбородов Всем До новых встреч До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова